МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В сфере управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуру Чувашской республики Сергеем Александровичем Кабуркиным. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте, Татьяна. Мы находимся на предприятии управления отходами. Это единственное предприятие в Чувашской республике, которое сортирует мусор в Чебоксарах и в Новочебоксарске. Пока сюда твердые бытовые отходы свозят мусороперевозчики, принадлежащие различным организациям. Через несколько месяцев сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории Чувашии полностью перейдет в руки регионального оператора. Сергей Александрович, означает ли это, что самым главным по мусороперевозкам станет региональный оператор? И чем это грозит вот таким полигоном, мусорным свалкам? Да, вы совершенно правы, Татьяна. В основном федеральном законе о отходах производства и потребления с введением института регионального оператора на него возлагается полностью весь цикл обработки мусора. Это начиная со сбора, транспортирования, обработки, обезвреживания и захоронения. Указанная деятельность должна строиться в строгом соответствии с региональной программой в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также с территориальной схемой обращения с ТКО. Подразумевается, что региональный оператор будет сосредотачивать в себе все моменты, связанные начиная от сбора и заканчивая захоронением твердых коммунальных отходов. Предполагается, что это позволит упорядочить существующую ныне систему в области обращения с отходами. То есть, получается, все полигоны и мусорные свалки на территории Чувашской Республики они как бы будут в подчинении у этого регионального оператора? Можем мы так сказать? Да, мы можем об этом утверждать и говорить, поскольку региональный оператор при осуществлении своей деятельности он непосредственно вправе привлекать к своей деятельности операторов по обращению с ТКО. То есть, это те же самые юридические и индивидуальные предприниматели, которые уже осуществляют эту деятельность в области обращения с отходами. Весь мусор, который сюда привозят из столицы Чувашской Республики, проходит радиационный контроль. Если вдруг радиационный контроль не пройден, и, например, в мусоре, который привезла машина, найдены опасные вещества, допустим, удастся установить, откуда они туда попали. Что грозит этому человеку или этому юридическому лицу, которое выбросило, получается, вредные вещества в мусор? За нарушение в сфере обращения с отходами у нас предусмотрена норма в Кодексе об административных правонарушениях административная ответственность. Это статья 8.2 КОАП РФ. Данная норма предусматривает санкцию за нарушение в сфере обращения с отходами в виде штрафа в размере от 10 до 30 тысяч рублей на должностное лицо и от 100 до 250 тысяч рублей на юридическое лицо. Также возможно и при остановлении деятельности. Чего только не находят работники управления отходами на сортировке. Люди, нарушая закон, выкидывают в мусорные контейнеры лекарства, автомобильные покрышки, батарейки и аккумуляторы. Почему-то никто при этом не задумывается, что при неправильной утилизации эти вредные вещества попадают в окружающую среду. В воздух, которым мы все дышим, в почву, которая дает нам урожай. Осетовать на плохую экологию сегодня каждый гораст. Благодаря постоянному контролю поступающих отходов к нам на объекты были выявлены данные нарушения. Именно перевозчики отходов привозили к нам на объекты медицинские отходы класса Б, которые должны вывозить со специализированной организацией по обезвреживанию отходов. Без направления документов контролирующие органы власти результатом данных мероприятий стало привлечение данных перевозчиков к административной ответственности. Куда конкретно относить жителям городов отходы различных классов опасности должна сообщать управляющая компания. Так, например, в Чебоксарах сдать автомобильные покрышки можно в организацию НПО «Экология». Это предприятие занимается переработкой и обезвреживанием отходов с первого по четвертый класс опасности. Он также сталкивается с проблемой, что мусоровозы загружаются у нас на контрольной площадке, и в них попросту не видно этих автомобильных покрышек, потому что они спрятаны глубоко внутри. Мы накапливаем их у себя на производственной площадке и сдаем за свои собственные средства в специализированной организации, имеющей лицензии на обезвреживание на данный вид отходов. Те отходы, которые возможно отправить на вторичную переработку, сортируют по цветам и по составу. Так, на полигоне мы увидели брикеты одноразовой посуды, пластиковые бутылки, отдельно светлые и отдельно темные. Тару из-под подсолнечного масла тоже собирают отдельно. То, что для вторичной переработки не подходит, прессуют в брикеты с плотностью в более тысячи килограмм на кубический метр. Это так называемые хвосты. Их перевозят на специально оборудованную площадку полигона в Новочебоксарске для постоянного складирования. Сергей Александрович, какую ответственность несут люди, которые создают эти несанкционированные свалки, несут мусор куда попало, вообще можно ли их за что-то привлечь? И как главы муниципалитетов на местах работают с этой проблемой? Органами прокуратуры уделяется повышенное внимание вопросом выявления и ликвидации несанкционированных свалок путем принятия полного комплекса мер прокурорского реагирования. Хочу отметить, что органами прокуратуры уделяется особое внимание выявлениям нарушения в сфере отходов производства и потребления. Только за последние полтора года было выявлено более полутора тысячи нарушений закона, связанных с обращением отходов. То есть прокуроры в том числе реагировали и на факты наличия несанкционированных свалок. То есть мерами прокурорского реагирования, то есть путем внесения представлений, а их было внесено порядка более 700 за последние полтора года, путем направления заявлений в суд прокуроры добивались ликвидации этих несанкционированных свалок и приведения местности, где они располагались, в первоначальном состоянии. За нарушение в сфере обращения отходов производства и потребления более 150 лиц за последние полтора года, отмечая, были привлечены к административной ответственности. Что касается вашего вопроса об ответственности граждан, то также Кодекс административных правонарушений предусматривает наказание в виде административной ответственности. Штраф в данном случае составляет от 2 до 3 тысяч рублей. Что должно измениться, Сергей Александрович, в связи с новой мусорной реформой, именно в этом вопросе, в плане несанкционированных свалок, в плане вообще населения, людей, их ответственности за это? В связи с определением регионального оператора, федеральный закон, федеральный законодательство в целом, говорит о том, что в случае выявления несанкционированных свалок, а это будет обязанность регионального оператора, он должен будет уведомить собственника земельного участка, на котором располагается данная свалка, и после этого собственнику земельного участка дается 30 дней, для того, чтобы он ликвидировал несанкционированную свалку. В случае, если этого сделано не будет, региональный оператор за свой счет ее устраняет, и уже понесенные расходы он вправе будет уже взыскать собственника земельного участка. Сергей Александрович, мы с вами посмотрели производственные площадки, как мусор сортируют, как его отправляют на вторичную переработку, но, к сожалению, на вторичную переработку забирают из управления отходами не все, не все они могут сдать, и поэтому то, что у них остается, на профессиональной терминологии у них есть так называемые хвосты, которые они формируют в такие брикеты. Эти брикеты хранятся на Новочебоксарском полигоне, в Новочебоксарском городском округе. И вот это все, что осталось, получается, выглядит так. Сергей Александрович, получается, для таких предприятий, как управление отходами, в связи с новой мусорной реформой практически ничего не поменяется. Документальные какие-то изменения только у них будут, верно? Да, вы совершенно правы. После установления единого тарифа для регионального оператора им должен быть заключен договор с организацией, которая занимается обезвреживанием и захоронением отходов. И, соответственно, здесь, если мы говорим про управление отходами, то здесь в данном случае им действительно изменится все только документально. То есть управление отходами также будет заниматься своей деятельностью, и они просто перейдут на договорные отношения с региональным оператором. Главное, что поменяется для жителей нашей республики? Как будет рассчитываться, получается, эта плата за мусор, за вывоз мусора? Значит, опять-таки же я повторюсь, что после установления единого тарифа, значит, если раньше у нас, если в настоящее время у нас плата за вывоз твердых коммунальных отходов находится в плате за содержание жилья, то она будет выведена в квитанции в отдельную строку, это в плату за коммунальные услуги. Каким образом изменится размер платы для жителей многоквартирных домов? Здесь, я думаю, говорит пока преждевременно. Все покажет размер тарифа, который будет утвержден, и в последующем уже можно будет говорить, каким образом в ту или иную сторону изменится. Кому будут платить жители многоквартирных домов за вывоз мусора? Это, опять же, деньги будут проходить через управляющую компанию или напрямую можно будет расплачиваться с региональным оператором? Непосредственно как за коммунальную услугу. Значит, жители, граждане многоквартирных домов, они будут вносить непосредственно в управляющую компанию. То есть и управляющая компания, соответственно, потом уже будет на основании заключенных договоров с региональным оператором перечислять сумму, полученную от жителей МКД, жителей многоквартирных домов. Как вы думаете, станет ли на самом деле чище в наших городах и селах? Ну, я могу ответить на ваш вопрос следующим образом. Все те изменения, которые сейчас вводятся и введены уже в действие в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, они все направлены на упорядоченные системы обращения с ТКО. И такое упорядочение, оно, конечно же, безусловно, должно привести к тому, что наши города, наши села, наши деревни и вообще в целом территория Чувашии, она будет чище. Спасибо, Сергей Александрович. Ждем изменений глобальных в связи с новой мусорной реформой. В полную силу они заработают в 2019 году. На этом у нас все. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»